Всем привет! Во время наших съемок про рыбалку в кадр часто попадала андатра, поэтому мы решили выйти на фотоохоту за этим зверьком. Мы заметили, что активная жизнь у андатра начинается в вечернее время, ближе к сумеркам. Внешне андатра очень напоминает бобра, но значительно меньше. Родом грызун из Северной Америки и завезен к нам в начале 20 века. Довольно забавный зверек. Андатру называют еще мускусной крысой из-за расположенных около хвоста желез, вырабатывающих сильно пахнущее вещество. Медлительная и неповоротливая на суше, андатра здорово плавает и отлично ныряет. Из воздуха она может обходиться до 17 минут. Андатра в какой-то степени консерватор. Она протаптывает тропы, по которым добывает себе пропитание и передвигается строго по ним. В воде андатра чувствует себя как рыба, плавает бесшумно, быстро и проворно. А рулем служит длинный хвост, покрытый чешуйками. С его помощью зверек удерживает и быстро меняет направление движения. Эдакий быстроходный катер. Эти зверяки имеют очень теплую шубку, подчеркнут такой густой, что задерживает воздух и вообще не пропитывается водой. Выходя на берег, андатр становится неуклюжий. Длинный хвост здесь и только мешает и добавляет неудобств. А вода для андатр служит убежищем. В берегах водоемов они роют норы с огромным количеством ходов и галерей. Андатры способны также соорудить что-то похожее на домик – хатку. Из прибрежной и водной растительности – веток и соломок. Выход из дома обычно обустраивается под водой. Хоть андатры и проводят много времени в воде, дом она задержит полностью сухим. Рой норы, грызун, старается проложить ее так, чтобы вода туда не попала ни при каких условиях. Андатры с удовольствием поедают сочные стебли осоки, камышей, тростника. Без проблем перекусывает коренья. Иногда ловит мелкую рыбешку, лягушек. Зверек оказывает огромное влияние на состояние водоема, в котором живет. Если выведется андатра, водоем сильно заилится и зарастет, что плохо скажется на других его обитателях. Помимо жилищ, андатры выстраивают кладовые площадки, куда собирают траву в коренье. Запасливость андатр позволяет им переживать самые сильные холода. А на этом все. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok